Укреплять позиции Москвы в Азиатско-Тихоокеанском регионе Сергей Лавров прибыл в Джакарту в знаковый год, когда стратегическому партнерству России со странами ОСЕАН исполнилось 5 лет. Министр встречала посол России в Индонезии Людмила Воробьева. Дипломат подчеркнула, что жители островной республики помнят о том, какую помощь Советский Союз оказал становлению индонезийской государственности и экономическому развитию страны в 60-е. Настоящее и будущее российско-индонезийских отношений, в частности, формирование архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Сергей Лавров обсудил уже на встрече с индонезийской коллегой Ретно Марсуди. Мы всегда поддерживали этот формат. Ценим усилия Индонезии как председателя этой организации в 2023 году по продвижению ценностей и принципов ОСЕАН в контексте развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С учетом региональной архитектуры, которая, как мы все согласны, должна стать осяноцентричной. Это лучшая основа для взаимовыгодного и взаимоуважительного сотрудничества. Индонезия привержена этим принципам. Надеемся, что это будет успешно воплощено. Экономические успехи, растущее военное мощь и географическое положение позволяют Индонезии расширять свое влияние уже за пределами региона. В прошлом году, например, страна принимала мероприятия Большой Двадцатки. В дипломатических кругах сообщают, что Запад вовсю намекает Джакарте в формат ОСЕАН, то есть Содружество десяти юго-восточных стран. Она уже переросла, пора двигаться дальше. Правда, это движение будет означать уход от стратегического партнерства с Россией и Китаем. Обсудить эти тенденции укрепления сотрудничества к Сергею Лаврову и Ретномар Суди присоединился экс-министр иностранных дел Китая, а ныне руководитель канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии по иностранным делам Ван И. «Передаем пламенный привет изоляторам России», – написала в этой связи представитель МИД Мария Захарова. «Россия и Китай в ОСЕАН не входят, но работают с десяткой результативной, плотной, выступают за сохранение ассоциации, доказавшей свою эффективность в решении региональных и глобальных проблем. США на словах тоже поддерживают ОСЕАН, а на деле продвигают новый формат, так называемых индо-тихоокеанских стратегий, который, как указывает Лавров, направлен на сдерживание Китая и изоляцию России. Не обещает тихой стабильности в регионе решение Вашингтона снабдить Канберру атомными подлодками в рамках нового оборонного союза США, Австралии и Великобритании «Аукус». Заступив на боевое дежурство к 2036 году, стратегические ракетоносцы явно нарушат сложившийся здесь порядок бесконфликтного решения проблем. Госсекретарь США Блинкин, кстати, тоже направляется в Джакарту из Вильнюса с саммита НАТО. Региональную безопасность и расширение сотрудничества Сергей Лавров также обсудил с коллегой из Лаоса. Эта страна не намерена занимать чью-либо сторону во всех существующих конфликтах и спорах, но понимает необходимость поддерживать равноправные связи на фоне кризиса международных отношений. Тем временем в ожидании еще одних переговоров гости из России распаковывают подарок. Это матрешка с изображением генсека Асиан Као Кимхорна. Оказывается, это традиция. Российский МИД преподносит новому генеральному секретарю ассоциации такой сюрприз. Као Кимхорн занял свой пост в начале года, став первым гражданином Камбоджи на должности генсека Асиан. И каждая матрешка, соответственно, больше предыдущей. За пост, за пост, на беременность. Впереди у Сергея Лаврова встреча уже непосредственно в рамках Асиан, в частности на форуме региональной безопасности, который был создан в Индонезии по инициативе нашей страны 30 лет назад. Площадки, как отмечает министр, где возможен конструктивный диалог с Индонезией и ее партнерами по Асиан. Об отношении побратима Москвы Джакарты к России свидетельствует и вот этот монумент в одном из центральных парков индонезийской столицы. Его открыли в 21-м, когда весь мир отмечал 60-летие полета первого человека в космос. Юрий Гагарин распахнул руки в надежде, если не обнять весь мир, то хотя бы напомнить, вместе мы можем добиться большего. Никита Корзун, Владислав Дубовицкий, НТВ Джакарта, Республика Индонезия.